Это проект Ставка. Я подполковник запаса Евгений Тишковец. Здравствуйте. Представали они части Росгвардии, которые в России отвечают за охрану ядерных объектов. Штурм не удался, а повторять попытку Днепр-1 не стал. ГЭС работает в штатном режиме. Так как единственной переправой от Запорожья до Новой Каховки через Днепр является станция, и через нее был организован зеленый коридор. Теперь беженцы могут вернуться домой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Группировка войск ЛНР, продолжая наступательные действия, рассекла на две части подразделения. ВСУ на западе области. Отдельно окружена группировка в Северо-Донецке, Лисичанске, Рубежном. Подразделения народной милиции уже вошли в Рубежное, а также ведут бои в городской черте на Северо-Западе, Северо-Востоке и востоке города Северо-Донецк. Здесь, кстати, была сосредоточена самая крупная группировка украинских вооруженных формирований на территории ЛНР. Потеря этого города усугубит критическое положение донбасской группировки ВСУ. Военнослужащие ЛНР к текущему моменту заняли уже до 80% территории Луганской области. Обстановка на линии фронта на сегодняшний день достаточно напряженная. Противник продолжает оказывать ожесточенное сопротивление. Накануне высокоточным оружием большой дальности были выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в Виннице. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации поражены 34 военных объекта Украины. Из них одна установка реактивной системы залпового огня, 3 командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, 7 складов боеприпасов и 19 мест скопления боевой техники. В течение дня авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Сараны. А также 6 беспилотных летательных аппаратов. Всего же с начала проведения специальной военной операции уничтожено 180 самолетов и вертолетов, 166 беспилотных летательных аппаратов, 1367 танков и других боевых бронированных машин, 132 реактивных систем залпового огня, 502 орудия полевой артиллерии и минометов, 1156 единиц специальной военной автомобильной техники. Министерство обороны стало достоверно известно, что при поддержке Запада СБУ готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей, чтобы обвинить в этом нашу страну. В подразделениях российских вооруженных сил, задействованных в операции, нет и не может быть химических боеприпасов. Для пресечения провокации украинских националистов с отравляющими веществами, армия России берет опасные объекты на Украине под контроль. Российские войска захватили подробную карту территории Украины с объектами, где хранятся ядовитые вещества. Подполковник Тишковец доклад закончил. Подписывайтесь на нас. Честь имею.